Это начало заканчивать свое существование в те времена, когда Маркс писал коммунистический манифест. Если взять его и почитать, он очень четко сформулировал положение христианства, то есть оно гибнет. И это действительно так, потому что в силу того, как оно было построено, оно не смогло устоять против социальных революций. И его гибель началась где-то в середине 19 века, а где-то к началу 20 века христианство практически прекратило существование свое как ведущая религия, которая могла бы действительно держать народ, которая могла бы двигать, что-то могла бы сделать с точки зрения религиозной. Вот, оно приспособилось, христианство очень удобно приспособилось под современный мир. Существуют их христианско-демократические партии, да, так же как и в Израиле существуют тоже, так сказать, партии, которые у власти стоят. Вот, религиозная партия. То есть практически как религия, как некий духовный базис для людей, христианство умерло. А ислам, он был заложен в те времена, когда он закладывался, он был заложен именно как очень стойкое, очень жизнестойкое, крепкое учение, которое способно выдержать любые вот ситуации изменения в мире. Он строился по-другому, ислам. У него был живой, реальный руководитель, который, так сказать, получил пророчество, и в этом нет никаких сомнений. Если там с христианством есть разные правила самих христиан, есть вопросы по этому поводу, то в исламе все достаточно просто. Был пророк, получал пророчество, стал создавать свою общину религиозную, и на этой основе он построил новую общину, новое учение, причем оно оказалось достаточно устойчивым. Потому что, ну так, если почитать Коран, это видно. Видно просто из самого Корана, что, значит, учение строилось таким образом, чтобы оно выстояло. Выстояло в сложных ситуациях. Вот. И действительно так оно и произошло. Это учение ислам выстоял. Сумел выстоять в сложных ситуациях. Ну, еще плюс у него было преимущество, что ислам зародился на Востоке. Вдали от Европы, от всех социальных революций, от технических революций. Он был вдалеке. Он вдалеке зародился, вдалеке развивался. И, значит, он достаточно серьезно укрепился. А сегодня, то есть, ну, наши, так сказать, времена, да, последние, скажем, когда пришло время, ну, так скажем, оголтелого атеизма, поскольку демократия – это оголтелый атеизм. Это не просто, так сказать, что-то такое вот. Демократия – это страшная вещь. Это атеизм, доведенный, так сказать, до высшей точки. Да, абсолютно, да. Так вот, когда пришло время вот этого самого демократии, когда демократия начала заливать весь мир, когда от христианства практически остались только, ну, памятники архитектуры, так скажем. Больше почти ничего. От иудаизма, в силу того, что он попал под колпак сионизму, тоже практически ничего не осталось. И в мире сегодня, кроме ислама, ничего не осталось. И ислам, кроме всего прочего, он был так сформирован, что те, кто пошли за Мухаммадом, и те, кто в дальнейшем, так сказать, следовали за этой религией, они, как это сказать, они постоянно находились в состоянии общения с Творцом. То есть, христианин, ну, он там, если ходит раз в неделю, в воскресенье в церковь, ну, это хорошо. В чем тоже, так сказать, да. А мусульманин, он пять раз в день опускается на колени. Пять раз в день. Причем строго вывяны по времени, так сказать. Я же с ними там живу, да. И, кроме того, я когда, вот, скажем, ездил в Европу, я где-то в Риме там в аэропорту был, там такой тихий закуточек, ну, пришло время молиться. Значит, я пошел в этот закуточек. Ко мне пришли туда двое мусульман. Я стоял, молился там. Они, значит, положили газетки, встали на колени. Это ислам. И, в общем, это говорится о очень многом. Человек пять раз в день, хотя бы на пять. Это там молитва очень небольшая. Я смотрел, вот, у меня была возможность посмотреть молитву, что в ней написано. Значит, молитва очень небольшая, но она очень серьезная. Она очень глубокая. Человек на пять минут становится на колени, наклоняется, произносит то, что там написано. Он общается в этот момент со Всевышним. Это очень важно. Это очень много. Поэтому ислам, в общем, это религия будущего. Ну, так скажем. Вот, если сегодня мир не будет закрыт, в силу того, что государство, пока что, которое называется Израиль, существует, это мы сейчас находимся именно на этой стадии, значит, идет стремительное закрытие мира. Потому что государство не имеет права на существование. Вот полтора года назад закончились все возможные допустимые сроки, и все, мир начал закрываться. То есть, ну, как бы, Всевышний закрывает мир. Все эти, так сказать, экономические, так далее, все эти катастрофы, которые идут одна за другой, любые попытки какого-то дальнейшего прогноза, значит, остановки там, выбросы, это все бессмысленно. Мир будет закрыт. Это неизбежно. Если не, так сказать, ликвидируют вот это государство, которое является как раз корнем зла. Так вот, если удастся его ликвидировать, то где-то лет через 70, я так думаю, большая часть населения Земли будет исповедовать ислам. Потому что это религия, которая, ну, достаточно сильная, правильная, и она людей ведет в том направлении, в котором нужно. Единственное, что, конечно, там есть проблемы, шииты, суниты, значит, у них друг с другом нестыковка идет по некоторым вопросам. Ну, это понятно. Но это пока что, я так надеюсь, что если удастся все-таки выйти на такой уровень, чтобы ликвидировать, так сказать, то, что у нас сегодня есть, вот корень зла, то тогда и уйдут все проблемы, которые есть между ними. И действительно, люди, большинство людей в мире начнет исповедовать ислам. Сегодня уже этот процесс виден, потому что они, так сказать, заполняют, распространяются. И там, я уже сейчас не помню, где-то в одной из европейских стран там категорически запретили строить новые мечети. Да. Ну, э, потому что идет распространение. Будущее мира за исламом. Да, Швейцария, совершенно верно. Будущее мира за исламом. Это совершенно точно. Если удастся вот сегодня локализовать ту проблему, которая имеется.